Дежурство сотрудников ГИБДД началось с развода. В рамках рейда «Сплошные проверки» дорожные полицейские на определённом участке дороги останавливают каждое авто и проверяют водителя. В зоне внимания сотрудников ГИБДД находятся водители, осуществляющие пассажирские перевозки, чтобы предупредить дорожные транспортные происшествия с участием автобусов и маршрутных такси. Госавтоинспекторы призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке, так как усилия сотрудников направлены на самое главное – сохранение жизни и здоровья людей. По закону стоянка на автобусной остановке запрещена, а вот остановиться можно на пять минут, и то только для высадки и посадки пассажиров. И ни в коем случае нельзя создавать помеху, общественному транспорту. Вот и первый нарушитель – водитель «Лады Приоры», который явно не знает о данных правилах. Молодой человек решил, что на остановке может стоять бесконечно. Даже при неоднократном требовании сотрудника ГИБДД водитель проигнорировал замечание, в связи с чем был оштрафован. Если вы желаете избежать санкции, то нужно лишь соблюдать элементарные правила дорожного движения. Кроме того, у водителя замечена тонировка на передних стёклах, что также является нарушением. Гражданину плёнку пришлось убрать на месте. Помимо снижения количества ДТП, такие мероприятия направлены на профилактику и пресечение грубых нарушений со стороны водителей, таких как выявление нетрезвых автолюбителей, а также лиц, не имеющих водительского удостоверения. На территории Республики Това распоряжение МВД по Республике объявлено ОПМ, сплошные проверки, которые проводятся на постоянной основе. Ежедневно у нас заступают как и дневное время, так и ночное время. Наряды госавтоинспекции, которые в основном всегда выявляют такие грубые нарушения, как управление в состоянии алкогольного опьянения, лица, не имеющие права управления транспортными суставами, также лишённые такого права. В ходе рейдовых мероприятий был остановлен легковой автомобиль, за рулём которого находилась девушка. При проверке выяснилось, что водительских прав вовсе нет. С её слов супруг попросил довезти до работы, но и это не является весомым аргументом. Без документов ездите? Нет, просто я не вожу машину. Я после работы муж оставил машину на работе. Я хотела тут недалеко подвезти и всё. Вы знаете вообще штрафные санкции какие-то? Ну знаю. Но всё же вы сели. Ну, видится, он не смог, он не приехал. А почему снимает-то? Общественное место. А вы давно так делаете? Нет. Муж водит у меня. Документов даже нет у меня. Видите, с собой. Подобные рейды по контролю за дорожным движением играют важную роль в обеспечении безопасности на дорогах. Они помогают выявить различные нарушения со стороны водителей, которые могут предоставлять угрозу не только для них самих, но и для пассажиров и других участников дорожного движения. Были выявлены нарушения по перевозке, нарушения, то есть такие нарушения, как перегруз, то есть нарушение правил перевозки людей. Кроме того, нарушение правил перевозки детей. Есть такие факты того, что водители не пристёгуются ремням безопасности. И факты управления транспортными средствами, не имеющие права управления транспортными средствами. Также были выявлены факты управления транспортными средствами водителями и факты управления транспортными средствами алкогольного опьянения. Как отметили сотрудники ГИБДД, такие рейды, как сплошные проверки на территории республики, продолжатся.